всем привет я не могу на нее налюбоваться говорю не сильно громко в микрофон чтобы не разбудить мою спящую красавицу вот она видите нашла свое место сегодня расположилась эта красота у меня тут на свой дневной отдых сима и вы знаете что я тут делала повторную обработку орхидей противоклещевую и знаете пришлось мне ее отсюда выселить вы не представляете как она на меня ругалась что я ее выселила из этого ее любимого самого излюбленного места вот такая вот красавица живет у меня симоша коша симоша ну давайте поближе о теме сегодняшнего видео не могу не показать вам эту красоту которая несмотря на то что она долго ехала несмотря на то что она поселилась совершенно незнакомой для себя обстановке в квартиру в мой дом она попала в мою коллекцию несмотря на то что орхидеи это 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 просто бездоказательно вернее знаете как не нужно доказывать да что орхидеи они действительно стресса неустойчивость что очень активно подвержены стрессу орхидеюшки фаленопсисы но и все равно вы посмотрите какая красота распускается это уже последующие два бутона которые вот вчера вот этот она распустилась утреца а сегодня вот этот посмотрите какой насыщенный цвет это невероятно я вот смотрю сейчас вконтакте девчонки на стене очень многие делятся именно вот этой красотой которая пришла от одного из азиатских производителей у многих в группе вконтакте в группах которые занимаются продажей архидеек появились именно black face и вот в таком цветущем состоянии в размере 3 это 3 да это не три с половиной это третий размер вы знаете я каждый день нескончаемо хожу и любуюсь этой красотой невероятной красоты цветущая орхидея black face и вы знаете я вам обязательно хочу померить размер цветочка все проснулась все недовольная сима мы тебя не трогаем я хочу померить размер цветочка я вчера прикладывала линейку я сейчас ее вверх тормашками переверну и я обалдела от размера вы посмотрите размер в принципе орхидейка у нас получается достаточно крупная хороший размер 3 это полноценная стандартная развитая орхидея да взрослая хорошая вот заложила хороший прекрасный цветонос и вот смотрите я меряю размер цветочка вот от 0 вот я прикладываю 0 11 с половиной так сейчас я 0 выберу 11 и но не с половиной 11 и 2 миллиметра то есть вот такой размер цветка вы представляете сейчас я я вам померила первый цветок цветочек распустившийся сейчас я вам померяю второй цветочек распустившийся а по мере раскрытия бутона вот цветочек вот смотрите опять вот я меряю 11 сантиметров у меня все время сползает вот невероятный красотун вы посмотрите какие у него усы а вы заметили что если с линейкой пришла подготовилась к видео съемке наконец-то но вы знаете показать blackface для вас будет не лишним невероятный красотун цветун бархатный настолько бархатный вот сейчас подсветка из окна она высветляет этот цветок у него невероятно бархатная структура покрытия лепестков он как будто действительно вот такой глубокий наполненный дорогой на вид бархат вот он ну вы наверное видите да такую бахротистость вообще класс знаете что я вам хочу рассказать историю я конечно эту орхидейку обработала салициловой кислотой все орхидейки которые пришли в этом в этой покупке в этом закупе я обработала салициловой кислотой разведенный определенным способом я вам много раз о нем рассказывала но вы знаете что на днях буквально стал рассматривать вот горшочек вот здесь вот и заметила проявление паутинки камера сейчас вам ее не покажет я сделала с помощью теперь своего полюбившегося мной микроскопа кадры о этой паутине и природа происхождения этой паутины прямо вот здесь все оплетено паутиной и природа происхождения этой паутины я обязательно вставлю вот в это видео вы посмотрите откуда появилась паутина для меня для меня необходимо было понять откуда взялась эта паутина и исключить присутствие на орхидеи паутиного клеща поэтому сейчас мы вставим вам кадры вы посмотрите что за паутинка и откуда она взялась вот паутинка и характерные такие видите как бы белые точечки очень похожи на паутиного клеща что меня сбила с панталыку как говорят но характер плетения паутины мне говорил о том что конечно скорее всего это паучок до того как я его обнаружила вот и я долго рассматривала долго долго мне приходилось рассматривать именно то как крепится паутина обычно паутинный клещ он плетет паутинку и если охарактеризовать паутину паутинного клеща она скорее как тончайшая тончайшая вуаль они такими вот плотными плотными пластами плетут паутину здесь вот она немножко другая до характер скорее паучка плетение паучка фигурного такого вот и потом я слава богу увидела вот это вот создание членистоногая которая сидела пряталась под цветоносом вот короче вот так вот у нас теперь есть местный охранник в лице федора паука федора он малюсенький камера сейчас у меня работает в увеличении 200 вот видите какой он хорошенький сейчас он поползет я просто уже помню что он тут делал я особо его старалась но знаете не пугать конечно же он он живет здесь это его домик он плетет паутину он помогает защищает растения от всяких родов разных вредителей летающих и ползающих вот он ведь какой с черным черным все поползли 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 спрятался я вот с другой стороны его снимаю но все я теперь успокоилась я понимаю что характер увиденные паутины это не паутина соответствующего клеща одноименного а это паутинка защитника и борца с насекомыми вредителями на этой орхидейке видеть в виде федора паука паучка федор паучок ну вот вы посмотрели до кадры вот и теперь знаете я с удовольствием у просто умиляюсь когда наблюдаю как вот этот охранник под названием федор я не знаю вот федор и все пошло у меня защищает растение от разных видов вредителей мало ли что у нас в окошко залетит а он быстренько наплел паутинку и великолепно справляется ловит всех всех мыслимых и немыслимых мошек которые даже мошек вот мошки которые частенько бывают во мхе да на орхидеях когда мы покупаем бывает что мох заражен вот этими вот личинками мошек летающих мошек личинки которых они жрут корни орхидеи вот по-другому сказать не могу они именно их лопают так что могут съесть всю корневую систему причем подавай им именно органическую живую ткань не гниющую они питаются настоящими корнями орхидеи хорошими живыми вот и теперь я понимаю что у меня федор защищает мои орхидеи мою орхидейку от всяких таких непрошенных гостей корневая система у орхидеи поливала я ее вчера утром она просто самое замечательное какую только можно придумать вот такая орхидейка от поставщика из азии и сейчас вы знаете я смотрю очень многие размещают фотографии заказали у продавцов орхидеи от этого производителя именно в цветущем варианте в цветущем формате но согласитесь я вот держу видеокамеру постоянно на вот этой картинке и совершенно мне не хочется ее убрать я вот даже видеокамеру настолько понимаю нас насколько вам ну приятно до смотреть на цветение вот этого растения вот этой орхидейки но просто зачетно зачетная красавица и теперь у нас живет в коллекции федор я не дай бог ничего делать не буду с ним пусть пока он живет какой у него там цикл жизненный не знаю но конечно же я не буду его не прогонять не тем более как-то воздействует на него какими-то другими препаратами пусть себе живет и живет он как-то мне знаете сегодня я долго его пыталась найти он сидел вот под этим цветоносом и знаете он как-то мне мне аж показалось что он мне глазиком моргнул в этот микроскоп когда я его заприметила потому что я его минут десять искала по всей поверхности думаю куда же федор там у полз и вот так вот обнаружила я защитника местного защитника этой орхидейки в грунте на стволе у растения вот такое у меня сегодня видео о невероятно красивой красавице могу сказать что вы знаете только мечтать о такой орхидеи благородная изящная такая богатая окраска растения с великолепными усищами посмотрите какие у нее усище завернутые закрученные во все стороны и цветочек растет вот этот вчера был меньше в два раза сегодня за сутки он вот настолько подрос видите вот так у меня что подключена что нет не подключена я не пойму почему высветляет так вот этот только вот буквально пару часиков назад распустился насыщенный цвет невероятная красота а усы на зависть наверное всем мужчинам ну вот ребят девчата у меня сегодня вот такое не длинное но зато такое короткое и насыщенное я считаю что насыщенной красотой определенного сорта орхидеи орхидеи фаленопсиса и конечно же мне лишний раз а может быть не лишний раз в очередной раз мне хочется поделиться с вами тем что я наблюдаю она у меня стоит отдельно в зале на столе там не совсем хорошая подсветка но как бы орхидеи которые вот уже сформировали необходимое количество бутончиков и уже распускают свои цветочки как правило их можно уже перемещать в такие места где для вас будет достаточно частым частой возможность любоваться этой красотой лицезреть вот я ее поставила зале на журнальный столик она у не великолепно стоит растет поливается не часто разместила я ее вот так двойной горшочек на керамзит вчера вот так вот проливом поливала водичку и вот так оставляла все она у меня попила и я думаю что ей у меня конечно же будет очень и очень хорошо на сегодня мы с этой красотой и вот стой спящей красавицей будем с вами прощаться и хотим пожелать вам всего доброго здоровья благополучия и увидимся с вами вновь на моем канале всем пока 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 Продолжение следует...